Дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели, дорогие наши зрители. Часто нам задают вопросы и в комментариях пишут, что означает само, что это аббревиатура или что это. Дорогие мои, само это древнеперсидское слово. Это означает стремление к лучшему. То есть, «Будь благодарен, кто ты есть, но стремись стать лучше. Будь благодарен, что ты добился, но стремись добиваться еще большего». То есть, другими словами, само отражает безграничные возможности развития человека. Когда я это на русском языке начал посмотреть, это означало так. Вот семь шагов, которые мы определили для этого понимания. Она на русском языке точно так же на самом деле дает того смысла, который есть на персидском языке слово «само». Например, вот семь шагов. Первый – самопознание. То есть, вы должны познавать себя, вашу сильную сторону, кто вы есть, для того, чтобы могли свою жизнь продуктивно, можно сказать, прожить. Чтобы насыщенно прожить, богато прожить. Самопознание. Познай себя, кто ты есть. Познай себя, создавай себя. Познай. Когда человек познает себя, самореализация. Ты должен взяться за того, чтобы реализовать себя. За твое будущее единственный человек, которому ответит только ты сам. Ты должен быть реализованным человеком. Реализуй себя. Самореализация. Следующий шаг, третий шаг – это самообразование. Тебе помогает образование быть реализованным человеком. Основная задача человека быть реализованным. Чтобы реализовать себя, образование нужно. Самообразование. Самообразование ключ ко всему этому. Дальше самодисциплина. Ты должен сам собой управлять. Человек, который не может организовать себя, он не может создать организации. Понимаете? Организм, организация это все одно и то же. Если человек не может собой себя организовать, он не может чего-то либо организовать в жизни. Поэтому самодисциплина. Нужна дисциплина, чтобы ты практиковал, чему ты учился самообразованием. Дальше происходит самовосстановление. Ты восстановишь себя. Того достойного человека, который ты мечтал. Это позволяет тебя создавать и восстановить себя. Понимаете? Это то изумение, которое Богом дано тебе. Те его... Понимаете? Почему самовосстановление? Потому что изначально, если вы почитаете Священную книгу, Священную книгу говорит, что человеку, когда Господь создал, он жил в раю, он был совершенним. А потом он грешил, и все это все произошло. Самовосстановление. Следующий шаг, это уже пятый шаг. Самосовершенствование. То есть, когда ты достигаешь определенного уровня, продолжай бесконечно совершенствовать свое мастерство. Оттачивай свое мастерство. Продолжай. Нету границы твоего познания, нету границы твоего самореализации. Самосовершенствование занимайся каждый день, даже если чего-то ты понял. Седьмой шаг, это благополучие и самодостаточность. То есть, получается, что семь шагов ты совершаешь, ты дойдешь до благополучия и самодостаточность. Ты станешь полноценным человеком. Твоя жизнь будет полноценной. Понимаете, да, будет семь шагов. Значит, самопознание, первое, самореализация, самообразование, самодисциплина, самовосстановление, самосовершенствование, благополучность и самодостаточность. Семь шагов. Семь шагов ты создаешь себя полноценным человеком и полноценную жизнь будешь прожить. Смысл само в этом. Будь благодарен, кто ты есть, но стремись стать лучше. Будь благодарен, что ты имеешь, стремись сделать больше результатов, иметь больше. И это очень велико. Это делает тебя великим человеком. Субтитры создавал DimaTorzok